У программы Lucid Chat, о которой я уже говорил, появились обновления, о которых я сейчас пытаюсь быстренько рассказать. Во-первых, это программа, которая для образовательного домена предоставляется бесплатно. Очень хорошо интегрируется с Google Apps for Education. Во-вторых, появилось обновление для работы офлайн. В-третьих, появились вещи, которых я раньше не видал. При создании нового документа вам предлагается большой список темплейтов для образования, стандартные диаграммы. Можно вставлять свои рисунки. Можно вставлять рисунки как с диска, так и с Google диска. Появилась новая вещь, которая стала для меня сейчас актуальна при выделении нового помещения. Во-первых, для перепланировки, перестановки мебели в доме автоматически переводится на русский язык. Если я выбираю какой-то элемент, то даже название этого перемента быстренько переводится на русский язык. Можно планировать, скажем, загородный дом, если хватит денег. Угловой 8 на 8 дюймов. Нет, конечно же, футов. Высокий табурет. Цветок видит сверху. Проектор. Экран для проектора. Лэптопов можно много понаставить. И даже есть рояль, который можно поворачивать, катать, потому что он на колесиках. Проверять, влезет ли он в дверь. Попробую открыть. Create. Новый документ. И здесь офисное планирование. Для планирования школьных помещений, лингофонных кабинетов.